МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север, студия Ольга Руслова. Здравствуйте в этом выпуске. Мошенники продолжают атаковать жителей округа. Только за сентябрь на счета злоумышленников было переведено свыше 6 миллионов рублей. Трагическая история произошла в одном из сел округа. Два жителя не поделили собаку. В итоге животное погибло, а правоохранительные органы завели уголовное дело. Кукольный этюд, как выражение своих талантов. Во Дворце культуры Арктика начал свою работу необычный театр. Об этом не только расскажем в ближайшие 20 минут. 16 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей Заполярье за прошедшие сутки. Всего на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 214 человек. В стационаре Ненецкой окружной больницы находятся 49 человек. Амбулаторное лечение получает 165 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2474 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2295 человек. За прошедшие сутки 6 человек. В регионе зарегистрировано 49 летальных исходов от коронавируса. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 1093 человека, как близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Первое пленарное заседание у Госдумы России 8-го созыва состоялось накануне в Москве. Участие в нем приняли сразу два депутата от Ненецкого автономного округа – Сергей Коткин и Михаил Кисляков. О том, каким было первое заседание нового созыва и какие вопросы стояли на повестке, депутаты рассказали в коротком телефонном интервью. Первое пленарное заседание новой Госдумы было посвящено решению организационных и кадровых вопросов. 17 из 32 комитетов 8-го созыва, в седьмом их было 26, возглавили единороссы. Они сохранили за собой ключевые комитеты по законодательству, бюджету, безопасности, информационной политике. Забрали у «Справедливой России за правду» комитет по ЖКХ. Депутат Сергей Коткин, ранее принимавший участие в работе Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в новом созыве, будет работать в другом комитете. Меня попросили войти в Комитет по международным делам, вплотную заняться именно международными делами, особенно в арктических регионах. Хотя я написал заявление и просил меня в наш прошлый комитет по Дальнему Востоку и Арктике. Он сейчас выделен в отдельный комитет, уже нет региональной политики. Тем не менее, это ни в коей мере не ограничивает мои возможности и работы в Комитете по Арктике. Еще один депутат, который будет в восьмом созыве представлять интересы жителей нашего региона, Михаил Кисляков. Он вошел в состав Комитета по региональной политике и вопросам местного самоуправления. Комитет решает вопросы, касающиеся, в первую очередь, местного самоуправления. У нас принят закон по муниципальным округам в северских территориях. Уже реализация этого проекта. То, что касается региональной политики, это вопросы, связанные с регионами, в первую очередь. Это немаловажно. В Комитете есть представители практически всей России, но нет северов. И очень хорошо, что я сейчас представляю именно север, наш регион северный. Вот это арктическая зона. Работа депутатов Государственной Думы от Ненецкого округа началась. И уже в конце месяца оба они планируют встретиться со своими избирателями в Ненецком округе. В ходе традиционной региональной парламентской недели. Завтра у нас пленарное заседание. Завтра уже заседание комитета по международным делам. Будем распределять полномочия между членами комитета. Уже непосредственно именно в этом направлении. Через неделю. У нас первая региональная неделя. У меня уже много людей записалось на прием в округе. Поэтому работы много. Ну, в первую очередь, я бы хотел сделать все дела, которые я начал еще депутатам органического областного собрания. Это касается правил охоты. Это касается правил рыболовства на северном бассейне. Это необходимо заделать. Ну, и у нас региональная неделя будет один раз в месяц. Как правило, это последняя неделя месяца. Вот я буду на январе с первого по седьмой ныне. Сейчас уже очень многие люди звонят. И это в первую очередь ковидная поведка. Это связано и с заболеваниями. У нас ряд внутренних функций закрыто. Коммуникация необходима без людей и без работы. Напомню, выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе. 225 депутатов по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. Ольга Русул, Телеканал «Север». Различные сценарии и схема. Мошенники атаковали жителей округа. Только за сентябрь. На счета злоумышленников было переведено свыше 6 миллионов рублей. О том, как не попасться на удочку мошенников, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. В дежурную часть окружной полиции на регулярной основе обращаются жители региона, пострадавшие от действий мошенников. Так, представившись сотрудником банка, злоумышленник обманным путем заставил мужчину оформить кредит. Заявитель, находясь под влиянием обмана, полагая, что разговаривает с сотрудником кредитного учреждения, оформил на своем кредит в личном кабинете, а затем, продолжая действовать по указанию злоумышленников, обналичил все имеющиеся на счету денежные средства и перевел их на якобы безопасные счета, указанные мошенниками. Таким образом, мужчина перевел на счета злоумышленников более 2 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159, то есть мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Теперь мужчина вынужден выплачивать кредит. В данный момент идет расследование. К слову, раскрываемость таких преступлений составляет всего лишь 30%. Мошенники действуют по отлаженным схемам годами. Следующей жертвой злоумышленников стала жительница региона, которая перевела на так называемые безопасные счета 4 миллиона 800 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что ей позвонила неизвестная женщина, представилась с сотрудником правоохранительных органов и сообщила, что все денежные средства, находившиеся на ее банковских счетах, пытаются похитить мошенники. Поэтому их как можно скорее необходимо перевести на безопасные счета. Находясь под влиянием обмана, женщина самостоятельно с помощью банкомата перевела более 4 миллионов рублей на различные абонентские номера. А когда поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась заявлением в полицию. Первое, что нужно помнить, чтобы не быть обманутым, ни в коем случае не сообщать представителям банка номер карты, код с оборотной стороны и из личных сообщений. Второе, сотрудник правоохранительных органов не владеет информацией о том, что происходит на ваших банковских счетах, поэтому не может сообщать вам о совершаемых махинациях. Третье, не пытайтесь заработать легких денег в брокерских конторах. От непроверенной информации можно не только лишиться заработка, но и всех вложенных средств. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукьевич, Телеканал Север. Полгода назад в Селеома сгорел частный дом. Молодая семья осталась без крыши, над головой огонь уничтожил все имущество. Погибли домашние животные, две кошки и собака. Погорельцы уверены, что их жилье подожгли умышленно и даже назвали имя человека, которого подозревают. Следствие по этому делу продолжается. Слово Александры Литковой. 29 апреля Игорь Бобриков вспоминает с ужасом. В ту ночь мужчину разбудили крики жены, которая проснулась от того, что почувствовала запах дыма и услышала треск. Молодой человек попытался сам потушить возгорание. Я смотрю, что все в дыму. Я заскакиваю обратно домой, беру то, что я воды привез с колодца, забегаю с этой водой и думаю потушить, чтобы что-то самому извлечь этот пожар. Я начинаю все заливать и я уже слышу сам, когда уже проснулся, как бы бегал, то, что действительно у нас горит снаружи. Выйти из дома через дверь было уже невозможно. Пришлось выбить окно и выпрыгивать. Выглянули в окно, соседи горят. Мы сразу выбежали на улицу, даже соседи еще не успели вызвать пожарных, они были вообще все в панике. Хозяйка была вся в крови рука. Оказывается, они выпрыгивали из окна, потому что загорелось. С другой стороны, они не спали, ничего не слышали. Проснулись от того, что что-то трещит. Оказывается, шифер уже трещал. И вот они выпрыгивали с ребенком прямо из окна и сразу же к нам. Даже не успели пожарных, потому что были в панике. Потом уже муж поехал на машине и отвез до пожарной, потому что даже телефона позвонить, куда они знали. Игорь Бобриков уверен, их дом подожгли умышленно и даже знает кто. Началось все с того, что семья Бобриковых завела собаку. Их питомец приглянулся одному из жителей села. Он начал прикармливать животное, а потом и вовсе заявил, что заберет себе. Мужчины периодически выясняли отношения, а в день накануне пожара конфликт достиг своего пика. Я ее забрал как-то раз, не выпускал ее с дому, и он пришел к нам домой. Требует... Я был на работе, Анжела у меня тоже была на работе. Ей об этом сказал... А, ей сказал ребенок о том, что у нас приходил тот мужик, который нашу собаку постоянно забирает. И требует нашу собаку обратно. Я об этом узнаю уже вечером, подъезжаю к нему, начинаю ругаться на него. Почему ты мою собаку хочешь к себе забрать? Я об этом у него с ним потолковал. Я говорю, я тебе собаку свою не отдам. Забрав собаку, Игорь и предположить не мог, что следующим утром останется без крыши над головой. Пожар тушили несколько часов. Спасти собаку и двух кошек не удалось. Как предполагают погорельцы, скорее всего, они задохнулись. Она угорела, видимо, у нас. Она была в этом теплом коррельчике, у нас жила. Она у нас угорела, видимо. А когда я уже начал бегать, тушить что-то сам, там просто вообще ничего не видно мне было. То есть у нас вот это окно, оно постоянно же у нас открыто. Я открываю дверь, как бы, даже если в такое время, то что-то хотя бы видно. А я просто открываю, там вообще ничего не видно. Полностью черный дым. На следующий день молодые люди обратились с заявлением к участковому. Написали мы заявление. Потом нас уже как бы начали спрашивать постоянно каждый день. В конце, ну, каждый раз нас много-много очень раз приглашали. Мы ходили, как бы, постоянно описывали то материальный ущерб, то как что было. Вот. И единственное, что нам дали бумажку о том, что нас действительно признали потерпевшим. Вот у него мужа была бумажка такая, что он признан потерпевшим. По факту возгорания жилого дома возбуждено уголовное дело, по которому сейчас ведется следствие. Правоохранители допрашивают очевидцев происшествия и собирают доказательную базу. В настоящее время уголовное дело находится в производстве следственного дела. В процессе расследования производятся все необходимые следственные действия, направленные на устояние лица, совершившего данное преступление. Сейчас семья проживает в доме, который им предоставили знакомые. Впрочем, сгоревший дом тоже принадлежал не им, а родственникам Игоря. Дом, который он подпалил, это не наш. Нам дали пожить. Получается, мы тоже не оправдали своих надежд, что мы не могли за этим домом посмотреть. Потом в итоге мы остались во всем виноваты. Ну, как бы нам говорят, что вот вы спалили туда-сюда, хотя эта вина не наша. Из спасенных вещей у погорельцев осталась только одежда, которую успели надеть. Помощь, в том числе финансовую, семье оказали неравнодушные жители округа. Александра Литкова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Всех перепишут. Ненецкий округ присоединился ко всероссийской переписи населения. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В труднодоступных районах нашего округа, отдаленных поселениях и оленеводческих хозяйствах перепись прошла еще в августе этого года. Кроме того, принять участие во всероссийской переписи населения можно через портал госуслуги. Жители России, в том числе и Ненецкого автономного округа, смогут самостоятельно заполнить переписные листы на портале госуслуг. Это главное нововведение предстоящей переписи. О том, как пройдет перепись населения в 2021 году, в ходе брифинга рассказала заместитель начальника отдела государственной статистики Елена Захарова. Непосредственно основная перепись населения начинается уже на этой неделе. Переписчики выходят на работу с жителями Нарьинмара и поселка Искателей с 15 октября. Кроме того, что принять участие во всероссийском проекте можно через портал госуслуг, можно сделать это еще и на стационарных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров, оказания государственных и муниципальных услуг, мои документы. В центральном офисе по адресу Ленина, 27В и офисе в поселке Искателей по адресу Губкина, 3Б. Сама по себе перепись населения уникальна, потому что те данные, которые мы соберем по итогам переписи населения, нет ни в одной базе. Ни в налоговой, ни в, как вы объяснили, в ГИБДД, ни в образовании, ни где-то еще, ни в службе ЖКХ. Потому что, во-первых, мы по итогам переписи получаем данные о полувозрастном составе населения. То есть это численность детей с такого-то по такой-то возраст, численность трудоспособного населения, численность населения старше трудоспособного возраста. Респонденту предстоит ответить на 23 вопроса основного листа о себе и 10 вопросов о своем жилом помещении. Данные нужны для социально-экономического планирования нашей страны. При этом все персональные данные, полученные в ходе сбора информации переписчиками, будут обезличены. Когда у нас будут формироваться данные на федеральный уровень, у нас информация будет вся обезличена. То есть это сколько заполнено помещений, пройдено, сколько заполнено листов L. А листы L – это у нас либо мужской пол, либо женский. То есть данные будут все обезличены. Большое внимание во время переписи населения будет уделяться вопросам безопасности. Отличить переписчика от мошенника можно будет благодаря именному удостоверению, которое волонтер должен предъявить вместе со своим паспортом. Кроме того, он будет одет в светоотражающий жилет и иметь при себе шарфик «Всероссийская перепись населения». Волонтер у нас будет с удостоверением именным, но только при наличии паспорта, конечно, чтобы у него всегда был паспорт с собой. Затем он будет у нас ходить в жилете со светоотражающими элементами, с логотипом «Перепись населения». Вот, будет обеспечен. Волонтеры у нас будут находиться только в здании МФЦ и возле переписных участков. Предварительные итоги предстоящей всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги будут подведены и официально опубликованы в четвертом квартале 2022 года. Отметим, предыдущая перепись населения России проходила в 2010 году. С 3 по 7 ноября по всей России пройдет акция «Большой этнографический диктант». Уже в шестой раз ко Дню народного единства все регионы страны пройдут тестирование на оценку уровня грамотности и истории своего народа. У каждого субъекта России есть возможность с 3 ноября 2021 года организовать уникальную площадку, отражающую культурные особенности региона. В Ненинском округе таким местом станет Ненинский краеведческий музей. Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Написать его можно как на русском, так и на трех иностранных языках – английском, испанском и китайском. Задания будут опубликованы в полночь 3 ноября 2021 года на официальном сайте «Большого этнографического диктанта», адрес которого вы видите на своих экранах. Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя общую федеральную часть из 20 вопросов и региональную часть из 10 вопросов, уникальную для каждого субъекта России. Кукольный этюд – как выражение своих талантов. Во Дворце культуры Арктика начал свою работу «Необычный театр» – стать актером нового творческого коллектива может любой желающий, вне зависимости от возраста. Чем занимаются талантливые кукловоды, расскажет Василий Хатанзейский. Ставьте вверх, тяни, чтобы у тебя к тык не клювом поднимался. Юный кукловод Ильдар под чутким руководством художественного руководителя осваивает азы управления совой. Молодой человек посетил уже не одну репетицию, где получил основные знания о кукольном виде искусства. Действие в том, что ты должен повести идеально куклу, чтобы она выглядела и красиво, и играла хорошо, и голос совпадал с движениями. Кукольный театр – достаточно сложный вид искусства. Основная цель постановок – передать эмоции и донести до зрителя мысли всего происходящего через куклу. Артистов изначально учат делать свои этюды, что достаточно трудно. Здесь еще нужно, во-первых, не только там сразу, тебе сразу же не дают сценарий, там то, что ты должен сделать. Ты хотя бы должен свое немного что-нибудь придумать, свое добавить там и придумать это прям, чтобы все совпало прям, прям было то, что как изюминка на творче, можно так сказать. Вместе с Ильдаром кукольный театр посещают и ребята постарше. Вероника Слезкина в творческий коллектив пошла заниматься целей направленно. Уже не первый год она посещает разные окружки. Мне нравится то, что здесь можно показать свою индивидуальность, свое воображение. И то, что в будущем можно работать по этой профессии. И это очень хорошо. Именно с творчеством Вероника хочет связать свою жизнь. В будущем молодая девушка хочет стать актрисой кино. Участие в кукольном театре для нее – небольшой шаг к своей мечте. Это развивает воображение, конечно, моторику, потому что кукольный театр и индивидуальность, потому что каждый играет свою роль. Сейчас молодые артисты учат основы театральных постановок. Помимо этого ребят также учат справляться со страхом публичных выступлений. Во-первых, например, на выступлениях мы должны не бояться публики. Это раз. Во-вторых, нас учат общаться со всеми, никого не стесняться и быть активными. В театральном кружке занимаются более 10 талантливых ребят. Курируют их и обучают мастерству Алена Секова. Мы занимаются детки разных возрастов, но на самом деле у нас может стать артистом каждый. И это могут быть и взрослые, и дети любых возрастов. От семи лет мы принимаем свой коллектив. В планах у кукловодов большие и интересные постановки. Если у вас есть желание поступить в коллектив, более подробную информацию о творческом кружке можно узнать на официальной странице Дворца культуры Арктика в социальной сети ВКонтакте. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами на Севере. До встречи.